всем привет сегодняшнее видео решил снять продолжение видео бизнес на селе сено и данное видео ни в коем случае не является руководством каким-либо действием не является поучительным а всего лишь из личного опыта так что если кто-то что-то добавит или поправит без вопросов пишите в комментариях также делайте оценку этого видео хорошо или плохо еще хотел добавить что в этом видео будут указаны объемы размеры затраты и расходники все чисто исходя из своего опыта и ни в коем случае как бы не являются нормой либо рассказать хочу в этом видео о том что какие затраты нам потребуется чтобы наша техника выехала в поле и начала косить заготавливать сено и первых чего мы на и начнем это затраты на наш трактор в первом видео мы рассказывали что мы купили сколько потратили денег на все а теперь нам нужно средств нам нужны средства для того чтобы эта техника выехала в поле и начала заготавливать сен и так вот наш трактор в принципе он рабочий заводится что нам потребуется чтобы он поехал и начал заготавливать сено это косилка но косилка у нас есть в первую очередь это солярка ну и масло и так чтобы наш трактор первый день откосил в районе пяти шести гектар примерно мы косим в день столько так как больше за день у нас пресс не сможет убрать может но это все условно и напряжно ну и так берем 6 8 гектар чтобы он у нас косил да надо примерно в районе 60 литров почему 60 расход будет примерно 30 40 литров трактор раз расходует но я беру 60 чтобы в баке на что-то оставалось на какие-то непредвиденные моменты и так 60 литров по цене рассчитаем сколько это будет ну и так как у нас все вот эти муфты быстросъема не естественно могут подтекать здесь у нас тоже может что-то подтекать какие-то поломки какие-то течи и берем 10 литров масла также мы посчитаем в этом видео сколько это будет стоить ну и в принципе на трактор у нас никаких затрат не будет тасол масло у нас залито есть но и в случае непредвиденного возьмем плюс 1000 рублей у нас на трактор то что у нас что-то там сломается не сломается но на всякую мелочевку все сейчас перейдем косил конкретно в нашем случае это роторная косилка у нас беженская но и пускай в большинстве случаев у нас деревнях это крн 2 и 1 роторная косилка но есть и сегментные но будем брать на нашем примере наш примеры по этой косилке что нам перед сезоном надо сделать что мы практически всегда делаем перед сезоном но кто косит меньше кто больше тот еще добавляет а мы же фактически каждый сезон но естественно смазываем литол пускай будет у нас одна туба в районе 250 ремни знать 4 ремня они у нас идут 265 по моему узкий б-профиль на тену примерная цена на них будет одинаково и естественно комплект комплект ножей так как мы здесь у нас он висит запасной стоят здесь их можно поправлять можно не поправлять но возьмем ремни и комплект ножей потому что также идут расход болты их через сезон а можно и каждый сезон менять но в нашем случае расходники возьмем ремни и комплект ножей сейчас продолжим значит что у нас какие расходники по граблям я брал новые грабли но считаем будем считать что мы также взяли новые грабли все было нормально у всех но вот этих пальцев нет то есть я посмотрю сколько они стоят и добавим расходники эти пальцы также так как они новые были пришлось смазывать все ступицы вот масленки но добавлю также пускай одну тубу но этот в дальнейшем нам будет необходимо вот такие спицы они продаются отдельно у нас же есть сломанное колесо ну и в продолжении нашего разговора денежных средств которые нам понадобятся для выезда из заготовки сена у нас еще осталось несколько агрегатов основное это пресс в нашем случае это же это пресс класса ролланд 46 но у нас в россии в большинстве случаев думаю что это будет прф или пр 145 100 180 110 120 но не столь это важно примерно примерно будет все одинаково значит что у нас здесь значит масло литра 2 уйдет где-то на 100 200 рулонов возьмем тубу смазки то есть перед работой нам надо все основные места где есть доводницы смазать ну и кое-где поменять спицы но возьмем 5 спиц подборщиков она в принципе мы не меняли но в среднем возьмем 5 штук и основной это сетка затраты либо шпагат значит средний чтобы заготовить 100 рулонов это нитки 4 бобины у нас уйдет в среднем стоимость двух бобин 2002 плюс-минус там или же сетка сетка по-любому одна бобина она будет стоить в районе 11000 сеткой простой 3 3 километровой 3000 метров идет это уйдет 250 получится 250 270 рулонов так что еще цепи ничего не берем в дальнейшем это все понадобится нет не сказал до этого что на сгребание у нас также берем так как у нас т25 берем 10 литров солярки и на пресс зарулонить еще 20 литров солярки и того у нас получается 60 и 30 90 литров солярки и последняя операция то есть что у нас получается закрутили мару на рулон у нас в поле лежа и осталось нам теперь все это дело вывести вывести прицеп прицеп в рецепт особых расходов не будет будет основной расход это солярка берем 40 литров так как 80 100 рулонов это будет 10 12 ну кого дальше у кого ближе 10 12 рейсов чтобы вывести это рулоны домой берем 40 литров и так у нас вышло 130 и и и и и и